15 пожарных автомобилей и 11 легковых машин повышенной проходимости пополнили автопарки структурных подразделений лесной охраны регионального Минприроды и ГКЧС Республики. Вручение ключей провели в торжественной обстановке на Красной площади в Чебоксарах. Огнеборцам Республики вручили ключи от 26 новых автомобилей. Машины оснащены всем необходимым оборудованием. Такое масштабное обновление парка пожарной техники в Чувашии впервые. Те машины, которые прибыли, они по своим тактическим характеристикам намного превосходят, которые стоят в расчете. И можно представить, что одна машина заменит три машины по вывозимой воде. А это самое главное для тушения пожаров. Еще хочу сказать, намного облегчится труд пожарных. То есть условия труда лучше будут. Это тоже очень плюс. Но оперативность намного увеличится. 89 миллионов. На эти 16 машин было выделено. Но за счет эффективного проведения конкурса мы сэкономили 12 миллионов. На эти 12 миллионов дополнительно приобрели вот этот КАМАЗ АЦЛ. То есть автоцистерна 6 кубов плюс лестница длина 25 метров. А если по наклонной 18, это на пятый этаж. Поэтому здесь вот именно бюджет республики нынче только на приобретение этой техники. Плюс еще спецтехника, спецоборудование. Это деньги колоссальные. Они зашкаливают за 200 миллионов. Лесной охране передали 11 легковых автомобилей «Шевроле Нива». Новая техника будет работать на селе. Речь идет о населенных пунктах Аликово, Батрево, Маргаушо, Комсомольское, Красноармейское, Красное Читая, Порецкое, Шамурша, Яльчики и Янтиково. У нас была реорганизация отрасли. Была сформирована буквально в прошлом году новая структурная единица. Это казенное учреждение лесная охрана. Директор Курчин Владимир Витальевич. И поэтому для их оперативного реагирования были приобретены 11 автомобилей. У нас в республике 11 лесничеств, 11 структурных подразделений. Каждое структурное подразделение на сегодня вводит с своим автомобилем для того, чтобы оперативно осуществлять лесную охрану в лесах.